МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего разговора «Без срока давности. Гитлеровская оккупация Белгородщины в 1941-1943 годах». Как известно, в годы Великой Отечественной войны Белгородской области не существовало. Ее территория входила в состав Курской и Воронежской областей. 19 октября 1941 года гитлеровские войска вступили в пределы современной Белгородской области. Были заняты город Грайворон, Борисовка. 20 октября – Ракитная, Красная Яруга. 24 октября – Белгород. 27 октября – село Ивне. К концу октября 1941 года была захвачена западная часть Белгородщины. В середине июня – начале июля 1942 года в ходе летнего наступления гитлеровскими войсками была оккупирована вся Белгородщина. В оккупации Белгородщины помимо немецких частей участвовали войска союзников Германии, Венгрии и фашистской Италии. К началу марта 1943 года почти вся территория современной Белгородской области была очищена от захватчиков. Но в ходе последующего немецкого контрнаступления была повторно оккупирована юго-западная часть современной Белгородской области. Окончательно наш край был освобожден только в августе 1943 года в ходе Курской битвы. То есть в разное время вся территория Белгородщины подвергалась гитлеровской оккупации. На этой фотографии вы можете видеть немецкие войска в захваченном Белгороде зимой 1941-1942 года. Оккупанты создавали свои административные органы в городах управы, в сельских районах комендатуры. Был введен строгий учет местного населения. Старостами сельских общин составляли списки населения с указанием благонадежности каждого жителя. Местный он или эвакуирован? Когда и откуда прибыл? Беспартийный или коммунист, комсомолец? За правильность поданных сведений отвечал староста лично. В Белгороде и других крупнонаселенных пунктах каждый взрослый житель обязан был пройти регистрацию, о чем делалась отметка в паспорте. Лицам, по каким-либо причинам, не имеющим паспорта, выдавали удостоверение личности, для получения которого необходимо было письменное поручительство местных граждан, имеющих паспорта. К гражданскому населению запрещалось свободное перемещение по улицам и между населенными пунктами. Вы можете видеть объявление арцкоменданта от 13 декабря 1942 года о введении запретных часов на передвижение в Белгороде и окрестностях. За нарушение запрета можно было попасть в концентрационный лагерь. С первых дней оккупации гитлеровцы стали осуществлять мероприятия по изъятию продовольствия и сельскохозяйственного сырья у населения, не считаясь его нуждами и потребностями. Существенно ограничивались свободная продажа и обмен продуктами питания. Процветал откровенный грабеж мирного населения. И имеющиеся на хранение в Госархиве Белгородской области документы это подтверждают. На этой фотографии запечатлены жители села Кошары Белгородского района на принудительных работах. Сходная ситуация наблюдалась на всей территории Белгородчины. Местное население обязано было вести себя в соответствии с немецкими законами и приказами, изданными оккупационными властями. А поскольку местные жители не являлись немецкими подданными, то на них распространялось особое положение о наказаниях, по которому лица, осуществляющие насилие по отношению к немецким подданным, намеренно разрушающие объекты, служащие деятельности немецких властей, совершающие поджоги, распространяющие враждебные немцам слухи или подстрекающие к неподчинению указам властей, подлежали смертной казни, а в менее тяжелых случаях заключению в тюрьму. Гитлеровской Третьей империи требовалась здоровая рабочая сила. На первых порах оккупанты пытались организовать отправку в Германию на добровольных началах. Для этого использовались средства пропаганды, в том числе оккупационные газеты. Там регулярно публиковались лживые материалы о жизни иностранных рабочих в Германии. Тем, кто отправится добровольно, обещали всевозможные блага. Однако пропаганда не давала ощутимых результатов. Население не верило обещаниям гитлеровцев. К осени 1942 года началась массовая отправка населения на принудительные работы в Германию. Принудительный угон на работы в Германию продолжался до июля 1943 года. Из одного только Чернянского района было насильно угнано в Германию около пяти тысяч юношей и девушек. Из Белгорода более 1600 человек. Из Грайворонского района свыше 1200 человек. Из Карачанского района – 960 человек. В фондах Государственного архива Белгородской области хранятся списки угнанных в Германию по районам. Астарбайтеров восточных рабочих использовали на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и в частных немецких хозяйствах. Привезенных в Германию помещали в распределительные лагеря. Это были настоящие невольничьи рынки. Немцы выбирали людей как скот. Условия труда угнанных были крайне тяжелыми. Об этом свидетельствуют многочисленные документальные материалы. Вот фрагмент из воспоминаний жительницы поселка Тамаровка Поповой. Никогда этого не забыть. Тысячная толпа шла по Белгородскому шоссе, провожая нас, Тамаровских девушек, в Германию. Все горько плакали. В Белгороде нас посадили в грязные товарные вагоны. На 11-й день привезли в город Франкфурт. Гнали по всему городу под конвоем. Нас привели в распределительный лагерь, который представлял собой площадку, обнесенную двумя рядами колючей проволоки и охранявшуюся часовыми. Каждому из нас повесили на шее доску с номером. Мой номер был 984, а на рукаве знак ОСТ. Распределительный лагерь был настоящим невольничьим рынком. Нас выстроили в ряд. Немки ходили по рядам, бесцеремонно рассматривая в лорнет девушек и, тыкая пальцем, говорили «это, это, это». Отобранных уводили. В каждой карточке указывались полные данные о человеке. Имелась фотография и даже отпечатки пальцев. При вербовке оккупационные власти обещали, что рабочим в Германии будет позволено дважды в неделю писать родным. Но воспользоваться этим правом могли немногие. Кроме того, все письма просматривала военная цензура. За правдивое описание своего положения автор письма мог быть наказан, а его послание уничтожено. Далеко не все угнанные смогли вынести рабский труд в Германии. Немало преступлений было совершено нацистами и их пособниками на Белгородской земле. Но самой масштабной и зловещей была акция, устроенная захватчиками на Камышитовом заводе. Начиная с 7 часов утра 5 февраля 1942 года, к зданию завода начали свозить на машинах жителей Белгорода. Здание было отсыплено русскими полицейскими. В показаниях свидетелей значится. Как только подвозили наших людей на автомашинах, раздевали до нижнего белья и партиями по 30-35 человек загоняли в помещение Камышитова завода, Как только наши люди заходили в помещение завода, раздавались выстрелы и крик людей. Тела жертв облили бензином. Около двух часов здания взорвали с двух сторон и подожгли. В результате этой страшной акции было уничтожено около двух тысяч человек. Среди жертв был 4-летний Лев Левшиц, убитый вместе со своей матерью, кондуктор Белгородского железнодорожного узла Иван Кузьмич Байбиков, житель Белгорода Иван Бычков. После освобождения Белгорода и Белгородского района было проведено расследование страшного преступления 5 сентября 1943 года. Обнаружены многочисленные костные останки жертв, но поименно удалось восстановить всего около 70 фамилий. В Белгороде на базарной площади перед Преображенским собором оккупанты соорудили виселицу. Местных жителей заставляли смотреть за ходом казней. Тела повешенных не снимали с виселицы несколько дней и только потом закапывали за городом. В Госархиве Белгородской области хранится список жителей Белгорода, повешенных оккупантами. В ноябре 1941 года в захваченном Белгороде гитлеровцы создали концентрационные лагеря. Имеются сведения о двух лагерях для военнопленных по улице Буденного, а также о лагере для мирного населения по улице Ворошилова. В настоящее время известно о десяти лагерях, созданных гитлеровцами на территории семи районов современной Белгородской области. Местом массовых расстрелов белгородцев стал Дальний парк. Заключенных из аптеки номер 8 группами и поодиночке уводили в парк для казни. Убивали у края траншей и окопов. Докалывали штыками, закапывали живьем. Не жалели ни взрослых, ни детей. Расстреливали не только в самом парке, но и по дороге к нему. Сюда же свозили трупы жителей, убитых и в других местах города. Люди сваливались в окопы друг на друга по 6-7 человек и присыпались землей. Проводившая в сентябре 1943 года раскопки комиссия, только в одном 12-метровом окопе обнаружила несколько десятков трупов людей без одежды, беспорядочной массой лежавших друг на друге. Во втором 12-метровом окопе нашли еще около 120 жертв. И такие окопы, ямы и траншеи были по всему парку. Всего, по неполным данным, в Дальнем парке было захоронено не менее двух тысяч человек. В 1985 году здесь был воздвигнут мемориал в память о жертвах фашизма, а в 1996 году часовня во имя Почаевской иконы Божьей Матери. По становлению главы администрации Белгорода от 14 ноября 1994 года это место было переименовано Мемориальный сквер памяти. Трехлетний мальчик из села Богатая Филимонов Николай Иванович без разрешения у немецкого полицейского взял два яблока, за что он был избит до потери сознания. Ему перебили обе руки и ноги, и он остался инвалидом. Для устрашения жителей захватчики уничтожали целые населенные пункты. В декабре 1941 года гитлеровцы полностью сожгли хутор Ржавец Шебекинского района. В январе 1942 года деревню Приютовка и большую часть деревни Корноуховка современного Белгородского района. Население было угнано в немецкий тыл. Главными виновниками преступлений над мирными советскими гражданами были венгерский военный комендант Гальми Борис Эдуардович, немецкий комендант Рудольф Ольбрих, начальник полиции Ахмаметьев. В Старомосколе венгерские захватчики расстреливали и вешали мирных граждан. Окупанты совершали изнасилование, практиковали избиения и пытки. В Короче, в саду детского дома венгерскими оккупантами было расстреляно 10 детей. Из них 4 грудного возраста. 23 февраля 1943 года во время налета вражеской авиации в селе Засосно была уничтожена школа с находившимися там учениками. В конце июня, в начале июля 1942 года на территории города Шибекино немецкими оккупантами был зверски замучен юный партизан Виктор Матвеевич Захарченко. Ему на тот момент еще не исполнилось 15 лет. Подросток был связным одного из партизанских отрядов. Собирал сведения о расположении вражеских войск. Даже под пытками он не выдал местоположение отряда. Сил гитлеровцев для поддержания оккупационного режима было недостаточно. Поэтому они создавали части русской вспомогательной полиции и другие карательные органы. Захватчики и их пособники совершили немало кровавых преступлений. После войны советские органы государственной безопасности разыскали многих военных преступников. В 1959 году сотрудниками Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР по Белгородской области были выявлены и арестованы четверо бывших пособников, служивших в Белгороде в оккупационной полиции. Георгий Федоровский, Иван Мамаев, Иван Терещенко и Иван Щурок. С 11 по 23 сентября 1959 года в клубе железнодорожников города Белгорода над пойманными изменниками Родины состоялся суд. Зал был переполнен жертвами и свидетелями преступлений, родственниками замученных горожан. Прошло уже немало лет с тех пор. В наши дни в определенных общественных кругах, в особенности за рубежом, предпринимаются попытки обелить гитлеровцев. Представить оккупационный режим как нормальное состояние. Очень часто в интернете или популярных статьях можно встретить тезис о том, что если бы победили гитлеровцы, то якобы мы сейчас бы жили, как в Германии. На документы опровергают эти лживые измышления. Напомним, что по известному гитлеровскому плану ОСТ на захваченных территориях СССР предполагалось оставить не более 30% коренного населения для обслуживания немецких колонистов. Покоренное население в лучшем случае ждало бы участь рабов. Для нашей страны это была война на уничтожение. Была лишь одна альтернатива – погибнуть или победить. И народы нашей страны ценой колоссального напряжения сил добыли эту победу, о которой мы не должны забывать никогда. Субтитры создавал DimaTorzok